Друзья, всем большой привет! Вы на канале Nail TNV и сегодня у нас обзор ногтевых посылок с Алиэкспресс. Сегодня распаковочка у нас посылок для ногтей и кому интересен дизайн, который выполнен на моей левой руке, здесь текстура такая, эффект камня. Я оставлю вам ссылочку в описании, как я делала этот дизайн. И давайте теперь уже приступим к самой распаковке и обзору ногтевых посылочек. Эта посылочка пришла ко мне перед Новым годом, где-то 30 декабря. И я быстренько побежала за этой посылочкой, шел большой снег. Это я вам уже рассказывала в видео, где мы тестировали с вами большую пластину для стемпинга. Эти посылки пришли вместе. Все эти посылочки я объединила в один пакет, так как я их уже распаковала, чтобы посмотреть, все ли там на месте. Кто еще не успел посмотреть ту распаковочку с большой пластиной, обязательно посмотрите. Там очень-очень классная пластина, мне она очень понравилась. Я ее уже протестировала, все круто отпечатывается. Дальше буду уже делать с ней дизайны именно на ноготках. И здесь вот еще у меня вот такая покупочка. Посмотрим, что там. Здесь небольшая интрига, зачем я купила вот этот чехольчик. Некоторые, я думаю, уже поняли, с чего этот чехол, но для чего я его взяла, посмотрим в конце видео. И давайте сейчас уже смотреть ногтевые покупочки. Первое, что я заказала, это вот такой вот пакет. И здесь верхние формы для наращивания. Здесь набор верхних форм различных размеров. В этом наборе 60 штук в этом пакете. Они идут в вот этом пакетике, нету пластиковой коробочки, как обычно идут верхние формы. За счет этого они подешевле в цене и отдала я за них в районе 22 гривен, а это меньше доллара. Эти формы я заказывала уже второй раз, первый раз заказала у другого продавца, но они ко мне так и не приехали. Приехала пластина для стемпинга, а верхние формы не приехали. Видимо, либо закончились, либо забыли положить, не знаю, пришлось открывать спор и возвращать деньги за вот эту посылку. Второй раз заказала, и наконец-то они до меня доехали. Здесь вот эти модные, сейчас популярные верхние формы. Я была слегка в шоке от этих форм и в очень хорошем смысле слова этого, потому что здесь пришли формы очень больших размеров. Посмотрите на вот эту нулевку, она вообще впечатляет. И все формы здесь большие. Ну как все, есть и маленькие, конечно же, и большие, но нулевки эти, не только нулевки, очень-очень большие. Я покупала формы здесь в магазине, миндалевидные, и они были значительно поменьшего размера. То есть не на все ногти возможно было сделать этими верхними формами наращивание. А здесь посмотрите, насколько они большие, это очень круто. Это означает то, что можно сделать наращивание полигелем на верхние формы, на любые ноготки, как на маленькие, так и на большие. Это очень-очень круто. Как большие верхние формы, так есть и маленькие. Подобрать можно на разные ногти и на мизинчики, и на все-все-все ноготки. И здесь есть именно подходящая форма. Если заказывать такие формы у нас где-то в интернет-магазине, либо покупать, то они стоят намного дороже. Они идут в пластиковых упаковках поштучно. Именно вот эту форму я еще не находила, если честно. Можно квадратные формы найти там по 10 штук, по 20 штук, то вот именно эту форму найти невозможно поштучно. Пока еще нет их в наших магазинах. Только заказывать на Алиэкспресс, либо брать большую упаковку. И опять же, такие размеры, я думаю, будет поменьше. Следующая покупочка, это вот такие вот слайдеры для ноготков. Здесь два листа слайдеров. Первый, вот такая вот фирма, прочитайте сами, как называется, я не знаю. И вот такая тематика. Здесь девушки очень классные, симпатичные и модные. Они дополняются вот такими золотыми кляксами. Круто, можно подумать, что это поталь, либо какая-то втирочка. Можно делать под глянцевые дизайны, а также под матовые. Цена небольшая, честно сказать. Цену не помню, там где-то гривен 10-12, вот так. В общем, недорого они стоят. И на эту цену довольно большое количество рисунков вот этих слайдеров. Следующий лист также этой же фирмы. Здесь немножко другая тема рисунков. Такие вот узоры, как разводы и точечки по типу перепелиного яйца или просто брызги какие-то. И также вот в таком вот желтом цвете, под золотом, под рыжий цвет, также здесь сделаны пятнышки. Обратите внимание, что мой дизайн на руках, на левой руке очень похож на вот эти слайдеры. Следующая покупочка, это, конечно же, пластина для стемпинга. Как же обойтись без пластины для стемпинга? Обязательно заказала еще себе. Вот такая пластина от PQ. Такой формы уже несколько штук у меня пластин. И опять здесь геометрия. Кто смотрит мои видео, тот заметил, что я очень люблю геометрию на ногтях. Это все потому, что она сейчас очень-очень популярна. Вот такая вот пластина. И шла она ко мне вместе с этими посылочками. Цена этой пластины около 30 гривен. Ну, в районе одного доллара, возможно, чуть-чуть побольше. Вверху пластины расположены узоры с вензелями. Несколько штучек, 4 штучки. А дальше уже пошла геометрия, которую я предполагаю лучше всего будет делать в области кутикулы. Вот такие вот интересные узоры. Очень много их и довольно большое количество. Несмотря на то, что пластина сама по размеру небольшая. И узоры по размеру довольно-таки разные. Есть и большие, есть и маленькие. Чуть-чуть ниже расположены две линии для френча можно сделать. Но такой френч не сильно усатый будет. И скорее всего только на более короткие ноготки можно будет сделать. Еще ниже также довольно-таки интересные узоры. В общем, эту пластину мы с вами обязательно, как обычно, протестируем на листике. Как она работает. А дальше будем тоже с ней делать дизайны. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если вы еще этого не сделали. Чтобы не пропускать тестирование этих товаров для маникюра. Следующее, что ко мне приехало, это было в посылке вместе со слайдерами. Это набор вот такой вот фольги. Фольги у меня немного. Есть уже у меня видео о том, как я тестировала, пробовала клей для фольги. Уже много кто его посмотрел. И, конечно же, я решила заказать себе еще наборчик какой-то интересной фольги. Так как фольга у меня там несколько штук. И в основном она для литья. И на весь ноготь не вся перепечатывается. В этот набор входит 10 штук вот этой фольги. Цена была тоже копеечна. Какая-то была скидка перед Новым годом. И они вышли мне в 16 гривен. Это где-то 50 центов. Ну, примерно вот так вот. Была фольга на разную тематику. Ассортимент, конечно, по такой цене был небольшой. Но можно было что-то подобрать. Были тигровые мотивы. Потом еще какая-то там чешуя разноцветная. Я видела ее в обзорах. Но мне захотелось вот именно вот такую фольгу. Я давно уже присматривалась. И причем цена вот именно на такую фольгу с такими рисунками довольно-таки разная. И вот эта цена самая-самая низкая, которую я нашла. А так были цены на Алиэкспресс и за 1 доллар и выше даже за вот такой вот набор фольги. Сейчас я быстренько покажу вам все листы фольги. Здесь вот такие листы 4 сантиметра на 20. Небольшие, довольно-таки по длине. Но, в принципе, попробовать и за такую цену, я думаю, очень хороший набор. Так как здесь аж 10-10 вот таких листов. Сначала я посмотрела и полистала, думала, что здесь не хватает. Насчитала 7 штук и думала, что не хватает. Но потом я хорошо попробовала пальцами. Она очень сильно намагничивается. Это фольга, эти листики, эта пленочка. И нужно хорошо растягивать, потому что они склеиваются. Но потом все-таки пересчитала и вся фольга была на месте. Вот такие вот классные мотивы, мотивы газеты, мотивы надписей. В разных цветах, в коричневых, в белых, в розовых. Очень классные, очень мне нравятся сейчас визуально. Но как они будут перепечатываться, конечно же, посмотрим, протестируем вместе с вами. Хотелось бы, чтобы они круто отпечатались, потому что, я думаю, дизайны будут супер классные и супер современные. Вот такие вот еще есть надписи. И последний лист, это вот такой тоже с надписями, но только уже на темном фоне. Если понравится все, будет хорошо перепечатываться, хочу еще заказать. Возможно, с другими узорами, возможно, еще с такими надписями. И вот потихонечку мы подобрались к вот этому чехлу. Да, это именно чехол. И, как многие из вас уже догадались, это чехол для наушников. Но я его взяла вот для хранения своей бижутерии. Сюда я поскладывала свои колечки, которые я заказывала на Алиэкспресс для декора, для фотографий, для инстаграма и также для ютуба, для фотографий. Этот набор, также, повторяюсь, был заказан на Алиэкспресс. И я его сюда разместила, чтобы эти колечки нигде не терялись, потому что они вечно у меня рассыпаются. Одно там, другое в другом месте, поэтому мне захотелось что-то такое интересненькое. Давно смотрела на этот чехол и все-таки я решилась его взять и не зря. Мне очень нравится, довольно-таки удобно на смеечке. Все, закрывается, открыл, взял, что тебе нужно, попользовался, посмотрел, пофоткал, закрыл и все, положил. Все на месте, ничего нигде не теряется. Вот это колечко с большим камушком я заказывала не на Алиэкспресс, вот эти золотые были на Алиэкспресс, а вот это серебро я просто купила в магазине. Интересный такой камушек блестит, мне понравился. И с другой стороны можно это кольцо регулировать под любой размер пальчика. И здесь есть еще кармашек в этом чехле дополнительный на боковой стеночке. В этот кармашек я поместила еще браслет. Этот браслет также покупала для декора, для фотографий. Покупала как чехол, так и браслет. Я просто в магазине, поэтому ссылочку не оставлю вам, нету ссылочки. И вот такой вот интересный довольно-таки браслетик. Для фото круто также подходит. Вот такой вот обзор и распаковка от маникюрных посылок сегодня у нас получился. Если вам видео понравилось, обязательно поставьте лайк, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на этом у меня сегодня все. Всем пока-пока, до встречи в новых видео!